Уже почти пять лет многодетные семьи ждут, когда к их участкам подведут свет, газы, построят дороги. Речь идет о квартале под названием Северный по Анамскому тракту столицы. Сегодня там живут 10 семей из 1300, которым еще предстоит туда заселиться. По подсчетам специалистов, чтобы подвезти к участкам северного инфраструктуру, требуется порядка 1 миллиарда рублей. Кто должен выделить столько денег на решение этой проблемы и сколько еще времени ждать людям? В непростой ситуации разбиралась наш корреспондент Розалия Борисова. За пять лет борьбы и защиты своих прав семьи смогли на сегодняшний день добиться немногого. Земли, предназначенные для сельхозугодий, перевели под ИЖС. Огромное поле получило название «Микрорайон Северный». Появились улицы. Но к решению самого главного вопроса о подведении инфраструктуры семьи за пять лет не приблизились ни на шаг. Не знаем, когда этот мост у нас будет. Мы сидим вообще все на обещаниях. Все обещают. И свет обещают, и мост обещают, и садики, и школы. Что нам только не обещают. Так мы сидим на голом поле. На голом поле Галина и ее семья живут уже почти пять лет. Как только семья получила землю от государства, было решено продать квартиру и построить частный дом. Тогда счастливые родители еще не знали, что им предстоит добираться до дома по полю без дороги, жить без света, а о газе мечтать не придется. За эти годы главными поставщиками электричества стали жители соседних участков САТАУ. Но и они не могли полностью взять на себя эту обязанность. А в этом году они вообще нас весной опять отключили и сказали, что возможности у нас нету вам делать помощь. Сами, как многодетные, уже идите и просите, и сами делайте свет. Или оплачивайте столбы тогда, и уже свои деньги будете проводить тогда. Но нам, конечно, деваться некуда, потому что там живем, у нас там пятеро детей. Конечно, мы деньги собрали и поставили эти столбы на свои деньги. Ну вот живем мы на печном отоплении. Это как бы тоже в копейку вылетает. Очень много денег у нас уходит на дрова, потому что отопить дом, чтобы дом был теплый с маленькими детьми, это тоже надо каждый раз, чтобы дрова были в печке. В микрорайоне Северной помощи ждут больше тысячи семей. Между тем, по городу их в три раза больше. Это обладатели участков Хатасах, Намском тракте и Туагина-Кильдямцах. Всего девять районов города. И за эти пять лет семьи так и не смогли понять, кто должен им помочь. Это полномочия чисто муниципальные. Муниципальные образования должны предусматривать соответствующие средства и выделять земельные участки, заключать договора на выполнение работ по электроснабжению и прокладке автомобильных дорог. Муниципалитет решил начать работу по подведению инфраструктуры на все участки Якутска с электрификацией. На сегодняшний день всего выделено 40 миллионов рублей. По 20 от бюджетов города и республики. Согласно плану на электрификацию участков понадобится 315 миллионов рублей. Ориентировочная стоимость газоснабжения 282 миллиона. Стоимость мероприятий по проведению дорог составит 230 миллионов рублей. Получается примерно 1 миллиард нам нужен для того, чтобы обеспечить полностью инфраструктурой 3300 земельных участков. Но мы понимаем, что еще есть еще 3000 земельных участков нерозданным многодетным. И это еще 1 миллиард. Получается общий объем это у нас 2 миллиарда рублей. Но одномоментно ни мэрия, ни госбюджет не сможет выделить такие средства. Поэтому мы рассчитываем, что в течение 4 лет мы этот вопрос закроем. Но не один год. Это как бы не получается так. Таким образом, власти города признаются, что свет и газ до этих участков получится подвести не ранее, чем через 4 года. Программа у нас сделана таким образом, что каждый год мы должны выделять 100 миллионов рублей. 20% которого это местный бюджет, а 80% госбюджет. То есть получается у нас дефицит на сегодняшний день 60 миллионов. У нас получается сейчас 40 миллионов и до конца ноября мы планируем подписать контракт с ПАО «Якутская энергия». А вот по газификации сейчас как раз подписали контракт с Якутской проектом и до конца года проектно-смертная документация будет готова. Согласно плану, в дома 3000 семей свет должен поступить в течение полутора лет. Поэтапно окружная администрация собирается вводить газ, свет и построить дороги. Полностью инфраструктуру участки должны обеспечить 2020 году. И чтобы люди не ждали десятилетиями, сегодня республикой подготовлен следующий указ. Мы сейчас разработали указ, должен Егор Афанасьевич подписать в ближайшее время указ как раз по обеспечению инфраструктуры земельным участком, который выделен для многодетных семей. Там мы определили о том, что из 6000 земельных участков, которые выделены, уже распределены в течение трех лет обеспечить инфраструктурой. Поэтому, как при формировании бюджета на год, мы будем, конечно, предусматривать, придерживаться этих индикаторов, этих объемов для того, чтобы выполнить этот указ. На сегодняшний день всего в республике землю по федеральной программе получило 6000 семей лишь в полутора тысячах участках. Есть дорога, свет и газ. А еще 17 тысяч семей ждет своей очереди. Розалия Борисова, Александра Хлопкова, Юрий Филиппов, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.